Программа социального контракта, которая с успехом стартовала в Орловском регионе в минувшем году, продолжается. В 2021-м в ней приняли участие 1600 человек. Бизнес-направление стало самым популярным. Из зимы в лето она перемещается мгновенно, не покидая своего двора. Марина Цыганова – известный вам ценский цветовод-любитель. В ее теплицах вечные тропики. Вверх стянутся тысячи растений. Особое место занимают фавориты. Они элегантны и, что самое главное, сверхприбыльны. В калах конкуренции нету, потому что этот цветок очень трудный для транспортировки. Во-первых, он дорогой в закупке. Если его везти, то нужно транспортировать его в особых условиях, чтобы не ломалось и пахало. Раньше Марина трудилась в пенсионном фонде. Однако по семейным обстоятельствам работу пришлось оставить. А после трудоустраивать себя самолично. Так получилось, что третий ребенок у нас проблемный. Проблема со здоровьем. И пришлось сесть дома и заниматься чем-то около дома. И ничего лучшего, чем выращивать цветы и получать от этого удовольствие и прибыль, не нашли. В прошлом году Марина нашла способ увеличить свое тепличное хозяйство. Она стала участницей программы для малоимущих «Социальный контракт». Семья поддержала. Я считаю, нам очень повезло, конечно, с соцконтрактом. Если бы не он, мы бы, конечно, не сделали то, что сделали в этом году. Это здорово, хорошая вещь. Марина получила от государства 250 тысяч рублей на развитие дела и расширила свой бизнес. Вот это помещение было реконструировано за счет средств социального контракта, которые мы получили осенью прошлого года. Были подняты стены, поставлено отопление и посажены тюльпаны. К концу февраля 20 сортов тюльпанов будут свести и благоухать. Ее коллега по цветоводству Евгения Рыжкова готовится к сезону тюльпанов. Новый урожай станет первым после заключения социального контракта. На деньги, которые мы получили со соцконтракта, у нас были закуплены луковицы и семена цветов. На расширение, может быть, на большую теплицу хотелось бы попробовать, чтобы еще раз попробовать получить социальный контракт. Возможность повторного участия в программе социального контракта действительно есть, но не ранее, чем через 12 месяцев со дня прекращения действия предыдущего. На реализацию программы в 2022-м вновь выделили солидную сумму свыше 170 миллионов рублей. На семь больше, чем в прошлом. Только в январе нового года соцконтракт помог трудоустроиться 21 жителю региона. Более 60 открыли свое дело, 12 организовали личное подсобное хозяйство. Наталья Пехтерева, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.